Так, возвращаемся в прямой эфир. Драфты второй карты, Сидек, Тим Астер. Давайте посмотрим, с каким настроем подойдут оба коллектива. Что будут брать, что будут пикать. Пока мы видим, что Сидеки все еще против Астер, банят Песла Свойда в первой стадии. Но вот Морфлинг в бан не попал и появляется. Причем было как? Шейкер, ответ Огрмаг Морфлинг и дальше аппарат от Астер. Я не сомневаюсь в том, что если бы Морфлинга в первой стадии Сидеки не взяли, то скорее всего у Астер планировался набор героев Шейкер плюс Морфлинг. Хотели бы исполнить подобное. Ну, ничего страшного. В принципе, у Сидеков Абуз уже будет. Морфлинг со стороны Сидек купит Аганим рано или поздно, будет превращаться в Шейкера, прыгать и, в общем, быть достаточно неуловимым персонажем. Аппарата взяли как контрпик против Морфинга. Порой это тоже может сработать. Отметим также забавный бан Клокверка от Астер. Доставлял он некоторые неудобства от команды Сидек в прошлой карте. Такой респект бан. Минус Мирана, минус от Волдваур. Так, и еще один бан от Астер. Так, ну Шейкер, аппарат. Тут пока тоже сразу и не сказать, на какой роли будет Шейкер. Это может быть все еще тройка для X-XS, это все еще может быть четверка для Бобоки. Но пока, я думаю, будем ориентироваться, что Шейкер все-таки четверка, аппарат пятерка. То есть, кор героев в команде Астера нет. Ну и очень интересно будет посмотреть, как Астер будут закрывать Морфлинга. Чем они будут его контрить. Очередь сил тьмы запрещать героя. Очередь сил тьмы выбирать героя. Лансер бан. Вот лансера в Китае я не видел уже где-то примерно миллион лет. Даже сразу не скажу, кто последним на лансере играл в этом регионе. Бэтрайдер. Так, ну это одна из сигнатуры, кстати говоря, товарища 1, 2, 3. Герой науфлейн. Так, что у нас может хорошо снимать щиты? Ну, а вчера, вот, например, коллектив Кин практиковал Абаддона. Брал две карты подряд на третью позицию. Дарк там катал на Абаддоне. Есть такой герой, как Лиджин Коммандер. Есть такой герой, как Венжа Фул Спирит. Есть такой герой, как Сларк, кстати. Все они против Бэтрайдера неплохи. Выбирай любого. Никс. Кстати, Никс. Шадоу Шаман. Хорошо, это все-таки Шейкер будет Кор. Скорее всего, третья позиция. Шадоу Шаман четверка для Бобоки. Пятерка аппарат для Фейда. Пока так. Ну, нюки-нюки, спеллы-спеллы. Это много контроля. Это все, что сейчас есть у команды Астер. Нам нужен урон. Нам нужно дэмэдж под этот контроль. Нам нужны хорошие, мощные гор-герои. Тайни для Сидек. Это интересно. Так, ну, тут может и Джеймс сыграть на Тайни. Опять-таки, может и ХМ сыграть. И может сыграть 1-2-3. У них как раз в команде Сидек очень много исполнителей на Атине. Очень много исполнителей на Атине. Абсолютно на разных ролях, может быть. Тайни хорош. Будет перепрыгивать всех. Там, находить какого-то Шейкера или аппарата. Дельта, Шадоу Шамана, неважно. И с прокастом просто делать минус. Сами по себе, вот эти три героя команды Астер довольно мягкие. Нага. Решили, что этот герой всех убьет. Нага Сайрон. Определенно, со слотами, конечно, этот герой тяжелый для убийства. Но вообще так посмотреть. Тинни там какой-то с артефактами, аганимом. Он нормально разваливает. Иллюзии. Нагу саму Трайдер в Лассо вроде хватает. Особых проблем нет. Морфинг раскасты может давать. Самой Наги убивать будет трудно героев. Ну, ладно, окей. Пусть так, пусть так. Захотели поиграть через Нагу. Так, Кунка Бан. Намекают нам Сидеки на то, что Астер не хватает героя в центр. Минус Лишак. Очередь сил тьмы выбирать героев. Зевс появляется у Астер. Как интересно. Шекер, Нага и Зевс. Вот такой набор коргероев. Ну, Астер, конечно, специалисты по Зевсам. Чай Юань любит исполнять на этом героя. Но обычно они брали Зевса как-то под комбинацию Фестлесс Войда. С Фестлесс Войдом на легкой линии от Си. Здесь от Си будет Нага и будет Зевс. Ну, здесь скорее Зевс под шейкер какого-то, да, под контроль. Осталось 5 секунд. Давать нюки. Герои просто вот... Четыре мягких героя и Нага. Причем до Зевса здесь тоже есть чем добираться. Тот же Батрайдер, тот же Тинни. Прыгают. Быстро сокращают дистанцию. Такой пик, конечно, на исполнение у команды Астер получается. Так, ну и ласт пик еще и Си дек. Так, ну как будет? Давайте думаем. У тебя Гармак пятерка. Батрайдер, скорее всего, тройка. Тинни четверка. Морфлинг керри. Я думаю, что мид героя сейчас возьмут против Зевса постоять. Какого-нибудь? Или может быть Батрайдера в центр против Зевса, а? Батрайдер умеет против Зевса играть. Ну, опытный. Нет, все-таки Эмберспирит. Опять берут Эмберспирита на ласт пик. Для Эксема спокойно. Прошлую карту Эксем взорвал на своем Эмберспирите. Здесь взрывать, кстати говоря, будет еще проще. Герои прям мягкие. Ты в них влетаешь. Можно с ранним Вейлом. Да как угодно можно. Еще один герой, который сокращает дистанцию. До сзади стоящих Зевсов, Шейкеров, Шаманов, Аппаратов. И, что самое главное, у него еще урон по области хороший. Это значит, что с иллюзиями Наги можно будет весело бороться. В общем, пик у Сидеков получился сочный. Такой прям крутой. Осталось хорошо исполнить. Да, это будет оффлейн Бэтрайдер. Это будет четверка Тинни от Джеймса. Пятерка Виктория. Ив на Морфлинге Керри. Ну, Иксем в центре на Эмберспирите. У команды Астер Икс Эксем на Шейкере оффлейн. Чай Юань на Зевсе в центре. Сина Наги будет играть на легкой. Бубока Шадо Шаман. Фейт Аппарат. Пятерка. Ну, у Сидеков есть все шансы выиграть сейчас эту карту. Если они это сделают, в группе Б будет такая интрига. Там все. Там Астер, которые были после вчерашнего игрового дня лидерами. Проиграв сейчас Сидекам. Допустим, проиграв Сидекам 0-2. Сидеки их будут догонять. Там все выровняется. Ой, такой экшен будет в группе Б. Драка прям за каждую позицию в групповой. Ну, Сидекам проигрывать нельзя. Они и так вчера много напроигрывали. Вот этот вот матч, который они слировал на Эвагивап. Им может доукнуться. Где-то может там одного поинта не хватить для того, чтобы выйти со второго места в плей-офф, например. Группа. Но если выиграют сегодня 2-0 у Астера и 2-0 потом у Ньюби, в целом, конечно, шансы будут очень хорошими. Даже, возможно, на первое место. Но для этого нужно выигрывать вот здесь конкретно коллектив Астер сейчас. И предпосылки к этому есть. Предыдущая карта нам все показала. Умеют. Когда хотят. Я вообще в начале сезона написал, что Сидеки — та команда, которая должна на мажор поехать. Вообще безоговорочно. Собственно, от своих слов не отказываюсь. На фоне того, что большинство команд Китая порешафлились, поменяли там по одному, по два, по три игрока где-то даже. Сидеки, которые не меняли свой состав, должны быть сильнее. Ну, это просто закон такой, да, пока коллективы, которые провели решафл, еще находят взаимосвязи между друг другом, как-то пытаются понять свои стратегии, темплей настроить. Команда Сидек уже готова с прошлого сезона. Все темплейные связки уже наработаны давным-давно, все стратегии уже давно поставлены. Просто надо идти и брать. Тем более отсутствует такая команда, как LGD. Она отдыхает, поэтому один слот такой открывается дополнительный, получается, для команды из Китая. Очевидно, LGD бы на него претендовали. Так, Нагу пытается взять, Нага вызывает иллюзии, сейчас там старается обмануть всех, но как-то обмануть не получается, если основного уводят. И в итоге стаки на Палма, второй, Fire Blast еще один, пару ударов в спину, First Blood, James, начинает с ФБ на Наге. Хорошо получилось, здорово напали. Я думал, как-то, не знаю, СС похитрее сыграет, вызовет иллюзии, там, старается в разные стороны иллюзии отвести, самому куда-то в другую сторону тоже. В общем, как-то у него не получилось, ну, или не захотел пока, непонятно. Ну, по две баллы все равно забирают, но ФБ за командой, если так. Так, ну, давайте посмотрим, каков будет ленинг. Иф на морфлинге вместе с Огрмагом будут на верхней стоять. Против них, получается, пока трипла. Ушеки от крипов стопит. И два суппорта пока остаются здесь. Если его боком показался, то Фейд нет, и Фейд готов заходить в спину. Мы знаем, что у морфлинга очень слабая перекачка на первом уровне, и, в принципе, даже на него можно нападать и убивать. Начинают бить именно морфлинга, эзершоки. Фессура, бьют, выходит за аппарат. Это триплай, то сейчас понимает Иф. Огрмаг ничего сделать не может, бегает из стороны в сторону. Иф погибает, кажется, да? Очень легкое убийство. Молодцы, Астер. Морфлинга просто уничтожили. Хорошо получилось. Ну и сразу суппорт один. Это Фейд. Перетягивается вниз помогать ИС. Так, нага против бутрайдера, в целом, как персонаж, стоит хорошо. На случай чего, всегда есть просто иллюзия, которую он может вызвать. Вызывает, сбивает с себя все стаки напалма, соответственно. Получает, правда, новые, но зато текущие сбрасываются, и, соответственно, ты не отвлекаешься от того, чтобы добивать крепочка. По идее, нага стоит нормально против бутрайдера. Ну, там Тинни, правда, может вмешаться в какой-то момент. Джеймс сейчас пока лутает Икспу, стоит рядом с бутрайдером. Появится уровень 2, там можно иллюзии с прокаста слить, и бутрайдер сразу же полетит на тебя. Но тут важно, чтобы среагировал Фейд и как-то помог, подстраховал. Но в целом, в целом, Фейд должно быть окей. Что в центре? Давайте взглянем. Это Зевс против Эмберспирита, пока на равных покреп стату стоят. Что, Йоанни, опытный Зевс, я вам об этом уже рассказывал. Интересно, какую сборку он будет выбирать, потому что сборки я видел разные на Зевсе за последнюю даже неделю. Кто-то предпочитает сделать себе 2-0 талисмана, потом траволакаю и выходить в аганим. Кто-то на Зевсе делает линзу. Тоже потом покупает травола. Сперва Аркейн Бутс, из Аркейн Бутс делает линзу, потом покупает травола, потом промежуточный артефакт, потом аганим. Есть ли какие-то артефакты, которые нужно собрать особенно быстро? До аганима, например. Да вроде нет. Да вроде прям стандартно хочется купить себе либо каю, либо линзу и дальше делать аганим. То есть форстапа каких-то, наверное, строгой необходимости нет. Но если нужен будет форстап, то есть суппорта будет приобретать. Я имею ввиду конкретно для Зевса. Надо ли покупать здесь очень быстро БКБ. Но возможно и БКБ придется приобретать против Эмбер Спирита когда-то. На какой-то стадии игры, но это скорее будет уже поздняя стадия. Против бутайдера, правда, БКБ тебя не спасает. Линку на Зевсе не очень любят собирать. Поэтому да, поэтому наверное от своего классического айтем билда отказываться не стоит. Мы понимаем прекрасно, что чем скорее он выформит себе свой Нимбус, тем просто намного больше шансов будет выигрывать драки. Подшекер, который здесь третья позиция, скорее всего будет приобретать там аганим БКБ. Под эти станы ты кидаешь Нимбус. К тому же морфлингу придется постоянно иметь ввиду количество своего здоровья, потому что там нужно перекачиваться будет. У Зевса будет бешеный прокаст. Ты не можешь бегать перекачанным в ловкость, а просто Зевс сольет. Эммер Спирита, конечно, Нимбус очень здорово ловит. Поэтому да, от Чайюа немногое будет зависеть, но конечно нужно очень быстро фармивать себе свои слоты, очень быстро. Попытка была Тинни зайти в спину к этому Зевсу, загангать, но здесь очень хорошо работает Фейд, который просто контролирует Тинни все его передвижения, пока Джеймс не может найти себя на карте, не может нормально заромить. Стоит хороший вард, поэтому Джеймс не сможет зайти в стыла. Контролится руна. Это Хейс, Чайюань на Эксема, в соло Эксема есть Феррифайр, его использует, Чайюань пивается и просто получает верхнюю, третьего уровня прокачки и делает Чайюань в соло фраг. Красавчик. Ну, красавчик Зевс просто взял руну, законтролил и все получилось. Браво. А он не хочет убить Тинни, например? Есть такая возможность? Там вообще-то 600 здоровья? Нет, 600 здоровья, конечно, не с ними. С ультимейтом я могу попробовать. Дать вторую, манго, ультимейт, манго вторую. Вот как-то так. Так, ну получается, Хейс Эмма-то унизил, Чайюань, за прошлые страдания на Темпларке. Что, молодец. Натопим. Нападают на Викторию, Виктория отмечается икнайтом. Так, удается ли заспейсить морфингу? Ну, пока, вы знаете, так-то морфинг, конечно, получает своих крипов, но не так много, как хотелось бы, наверное, с легкой. 17 на 2, крипстат у него хуже всех кор-героев. У Наги не то, чтобы прям сильно много, но на пятерок больше. Что приятнее. Так, по две баунтируны забирают. Команды. Шейкер хорошо фармит. Вот здесь, конечно, фрифарм скорее у XXS, чем у Ива. Морфинг пока ничего не может Шейкеру сделать. Вот Шейкер играет через 1-1-2, то есть пассивку в 2 взял, тотем есть. Готов уже Солрин, теперь эсманы проблем не будет, можно тотем использовать постоянно. Бабока сильно здесь мешается на этой линии. Ну да, в общем, как-то... Ой-ой-ой, прокаст, Чай Юань. Снизу Батрайдер летел, видимо, добивать фейда и получил ультимейт Зевса. Ну, вообще, надо прикидывать, что пока, когда вы идете какие-то размены, будет шальная молния, которая прилетит на любой участок карты. Внезапно. И тебе нужно иметь запас здоровья именно против этих молний. Вообще, какой-то рейндроп, наверное, стоит приобретать на том же Батрайдере, но может быть, Морфинг, Тинни, Эмбер, они могут бегать с рейндропом. В какой-то момент это очень сильно может против Зевса помочь. Приходит Огармак, возвращается на линию. Сразу же в лицо получает Эзершок, в том числе и Морфинг, Морфингу больно. Есть Стики. Да, ну Стики, конечно, мастхэв, рейндропом мастхэв, БКБ мастхэв. К тому же Батрайдеру в будущем, наверное, придется покупать БКБ все же. Линк, БКБ, Фрустав, что-нибудь подобное. Нага делает максимальное количество рейсбендов, статы, урон. Приходит Тинни. Пока полезных мувов не так много было от Джеймса, но одно убийство у него имеется. Так, и вот сейчас заходит ЗС. Тоосы на Батрайдера. Батрайдер размывает верх на Файрфлайе. ЗС получает Аваланч. Есть Стики, ЗС. Что-то Стик не нажал. Не получилось. Приходит ББОК, но что, ответы могут попытаться ответить? Фейт с ББОК и два суппорта. Замораживается Джеймс, бьют с руки. Сейчас Тинни, Тинни. Остается 50 здоровья, добить просто нечем. 1,2,3 раскидал там на Палму. Ну, Зевс есть, Зевс. Опять Зевс. Он просто стоит на центре и делает фраги. Все. Бокл даун ультимейт. На самом деле ультимейт у него вот с получением 6 уровня отрабатывается на все 100%. Не отходя от кассы. Стоит в центре, бьет Крипчиков. Хоп, ультимейт, дал, убил. Ультимейт, дал, убил. Ультимейт, дал, убил. Нормально фарм идет. Бодро. Ну-ка, под Этворсу. Ну да, посмотрите. Вот за счет того, что он в соло Эмберспирита убивал вот эти вот два убийства, которые он сделал на нижней линии. В итоге на Этворсу у него больше, чем у Эмберспирита на 800 голды. По за счет убийств. Ну да, вот два нулика, сапог, боттл и можно быстрые травела себя. Почему нет? Ну да, быстрые травела это прям супер хорошо, конечно. Хочется и Каю, хочется, конечно, и Аганим и все остальное. Но вот травела, быстрые купить на Зевсе, это же прям сказка. Для любой драки, где бы ты ни находился, если тимейты что-то устраивают, ты моментально присоединяешься и даешь очень-очень много магического урона. К которому, конечно, на такой стадии сейчас седеки просто не готовы. Ну как ты от такой магии защутишься? Ладно, у Эмберспирита есть щит, который он в максил, фламгард. А остальные что? У остальных щитов нет. Снизу Джеймс. Добеглс, кажется. Бобока встречает вместе с Фейдом, два саппорта. Ультимейт у Зевса нет случайно? Ну просто, вот пять секунд, пожалуйста, и можно тиги добивать, смотрите. Давай, 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 ну давай, это четвертый фраг для тебя, Зевс. Зевс, это твой же, нет? Ну ладно, ладно, не стал жадничать. Мог, конечно, забрать чай, я не готов был ультимейт. Дальше стриковать. Начать свою серию кубьен год лайку. Но решил саппортом оставить. Ну пусть зарабатывает. Нельзя же забирать с карты абсолютно все. Надо делиться. Играешь в команде, умей делиться. Так, бетик. Интересный выход сейчас будет в центр. Не знаю, Батрайда прям наглую влетает. Получает четко молнию по голове и теперь улетает обратно. Потому что больно. А если еще долго будет летать, то просто умрет. Потому что Бобока уже рядышком. Она приходится на флеймбреке уходить куда-то в сторону реки. И ганг здесь не получился. Суппорта здорово оберегают Зевса. Да и сам Зевс, прямо скажем, играет супер аккуратно. Не подставляется под какие-то вот эти ганги Тини, например. Или влеты Батрайдера. На Зевсе это очень важно. Потому что Зевс это такой персонаж, который если нападает сам, он король. Если нападает на него, то он тряпочка. И очень быстро себя убивают. Разрывают. Эскейпа у него никакого нет. Так, заход может быть на это. Но пока находит Огармага. Огармага беседит. Шансов превосходства. Чай Юаня. Кто за регенерацией? ХСМ ныряет за регенерацией. За это будет он умирать? Так, ну Бабока поддержит, конечно. Мол, не была. ХСМ дает чейны. И на этом все. Травала себе взял. Теперь можно ТП-шку на базу. Травала на линию. Все в порядке. Десятая минута. Что, кстати, по баунтирунам было. 1-2-3. Джеймс. Завал чай Юаня. 1-2-3. Две баунти. Ну, три Сидеки, получается. Взяли одну Астер. Так, снизу мы видим, что Нагу выгнали с линии. Нага пошла в лес. ПТ-ты и рейсбэнды есть. Дальше Манта Стайл. Ну, Манта Стайл диффуза. Это мой стандартный более-менее будет билд. Самое главное, что нижняя линия теперь вообще не охраняется. Коллектива мастера. Сидеки здесь могут спокойно фармить и быстро вышку спушить. Сейчас чем будет заниматься как раз 1-2-3. До блинка остается не так много, 5 сотен голды, поэтому пачку на себя уводит. На нейтралов как раз таки дождался, когда появится спаун. Не заблочил сам себе, красавчик. И, соответственно, вот эту большую пачку крипов выфармить и вышку запушить. Астер пока делает убор больше на верхнюю линию. Здесь Морфлинг 4-303. Четвертый инфорс показывает. У Шекера, кстати, денег меньше. Но блинк тоже, кстати говоря, очень быстрый блинк будет. А там уже, конечно, Морфлинг, берегись. На самом деле, я даже не знаю, сколько тебе ХП нужно держать, чтобы не умирать. Потому что под эхо-слэмом через блинк еще и залетит ультимейт Зевса. Это очень много бёрст урона, мгновенного урона. Который ты не успеешь восполнить, даже если нажмешь перекачку. То есть тебе изначально нужно находиться со здоровьем, там, не знаю, больше 1300, наверное. Ну, чтобы просто выжить. А хочется ведь фармить, хочется перекачаться в ловкость. Как сейчас 540 здоровья. Ультимейт аппарат. Смотрите, под Зевса. О-о-о, да, о-о-о, да. О, я люблю такие игры против Морфлинга, обожаю просто. Это было супер. Ультимейт аппарат, ультимейт Зевса. Но жалко только, что нейтральные крипы добили все-таки. Фраг не достался команде Астер, но все равно это было очень эффектно. Это звоночек для Морфлинга, Морфлинг. Чуешь, чем пахнет? Это еще без Шейкера. Так, влетает Бутрайдер с ранним блинком на Зевса в центре. И должен развалить. Чайу антистики использовал, этого не хватает. Шейкер сюда переместился и был Блинг, но поздновато. И вывод хороший. Вот она реализация Блинга от 1-2-3. Круто было сыграно. Минус Зевс. Очень важный минус. Так, и все-таки хочет Зевс сделать линзу. Судя по быстрому закупу. Прожимает смок, эксцесс и Бобоко. Так, ну вот он Морфлинг. Так, Морфлинг. Рейндропы купили, стики купили. ХП 780 оставляет. Пока без ультимейта Зевса, может быть, это будет достаточно, кстати. Так, у Гармага прыгать не хочется. Даже если они его заметят. Слишком много придется на него потратить. А фраг это будет прям абсолютно... Безденежным и непрофитным. Для команды Рейдиант. Поэтому эксцесс просто уходит на нижнюю линию. Здесь Джеймса, может быть, поймают. Джеймс наглофармит. Прям в районе вражеской тир-2. Ну, рискованный фарм. Он понимает, что у него, возможно, будет какая-то атака. Да и плевать, на самом деле. Потому что, ну, все-таки это суппорт четверка. Если он вот так вот выводит на себя 4 персонажа, то он абсолютно прав. Если тебя убивают четверо, значит твои тиммейты где-то фармят. Да, часть денег он потерял, конечно. Но рано или поздно Блинк-то все равно появится. Пусть уж лучше убивают его, чем будут убивать там Морфинг или Эмбер спирит. Эмбер в этой игре, кстати, купил Драма Фэнджеранс. Помните, в той карте он этот артефакт не брал. Он брал сразу Вейл быстрый. Здесь решил, что барабаны нужны. Дальше, мол, нестандартно. Находит дабл дэмэдж, хорошая руна. Но нет, вот того сноубола не получилось у коллектива Астер. Ну, чтобы Зевс там неустанно убивал героев. Хорошо в этом плане сработал Бутрайдер, реализовал Блинк. Ну и все выровнялось сейчас. Несмотря на то, что вроде бы Астер сделали большее количество убийств, но... По экономике пока все абсолютно ровно. Так, ну и под смоками выходит в район нижней линии. Здесь Фэйда могут найти. Фэйда находит. Шейкер сразу же на Блинке сваливает через ТП. Все правильно. Быстрый хороший минус. Иксен начинает путешествовать по карте. Начинает зарабатывать убийства. Активизировался. СТ. Очень редко попадается нам на глаза СТ. Это говорит лишь только о том, что он очень классно фармит. Потому что на него нет нападений. Найти его пока Сидоки не могут или не хотят. И вот у него уже готовый Яша после ПТ и трех рейсбэндов. И 2.300 сверху. То есть маунта прям совсем скоро появится. Ультимейт Зевса. Разведать территорию. На контроле баунтирум. Ну все понятно, да. В чужом лесу сейчас гуляют ребята из Сидек. Поэтому Астер с этой позиции нужно либо сваливать, либо выжимать соперника. Для этого нужно подтягивать много ресурсов. Серпентфарды в центре. Сразу глиф. Ну тут серпентфарды плюс катапульта. Глиф закончится, вышка очень быстро будет падать. Громак на защите, конечно. Ну ему страшно, его тут могут убить. За хекс. Попадай с бластом. Очень быстро уничтожит. Снизу Чайюань не высовывается. Тоже довольно опасно. Здесь стоит и вард. Его готовы будут схватить. Ну и в центре вышка просто разрушается. Успокоилась игра. Вроде и желание есть и у тех, у тех напасть. Но пока не получается. Трайдер, что такое? Худ. Настолько страшно, конечно, выглядит вся вот эта магия от командаста. Что хочется купить худ. Пайп на команду. ВКБшку. То есть максимально себя защитить от этих нюхов. Навненько я не видел шейкера. Где шейкер с прокастом? Сейчас мы увидим Бобоку, который, кажется, отлетает. Тут с трех сторон его зажимают. И даже Бобока. Шейкер. Но он в позиции. Он вот на этой точке, на этой верхней линии ищет морфинга. Морфинга тут нет. Морфинг тоже аккуратничает. О, Бутрайдер. А он первым находит соперника. Хорошо. Джеймс рядышком можно будет продолжить. Есть Аваланч. Потом ДОС. Эхо Слэм. Экс С ватайот. И отличный прокаст. Съели Тинни в итоге. Но в разме на шейкеры. И минус аппарат. Брака в пользу команды Сидек. Счетом того, что до этого они еще Шадо Шамана убивали. Ну и даблкил для Иксэма. Иксэм начинает набирать свои киллы. Так, сходу хватает уже на молнии. Ну и дальше БКБ в быстром закупе. Все четко. Не, ну конечно отлететь два раза от Иксэма на Эмбер Спирит. Я думаю команде Астер будет очень неприятно. Потому что это все вот эти ласт пики. Астер причем знает, что Иксэма очень хорошо на Эмбере играет. Они не банили этого персонажа. Они позволяли ему этого Эмбера брать. Ну какой-то Эмбер Спирит страшный. Ну первую карту он просто вывез на себе, да? Откровенно говоря. Он просто выиграл. На второй карте он точно тоже уже начинает набирать. Три убийства есть у него. Пытались Бэтрайдера взять. Красавчик. Один, два, три на реакции просто улетает. Ну спейсов Бэтрайдер от Бэтрайдера сейчас более чем достаточно. Там залетел, тут залетел. 1-1-3 пока куда. Четко. Так, опасно пробегает Огермак под вардом соперника. Ну Астер уверен, что он не один. Причем они знают, что Бэтрайдер где-то рядышком был. Нападут ли на Огра? Бэтрайдер уже здесь. Под фаерфлайем. Смывает вверх. Находит Бобок. Бобок уставил Серпент Варда. Надо 1-2-3 уходить. Без шансов Огермака не спасти абсолютно никак. Разменяться тоже не получится. Слишком много этих героев. Бэтрайдер влетает. Ну, Серпент Варды на Огермака, что я могу сказать. Плохо для команды Астер. То есть фракт они конечно сделали, но какой ценой? Эти Серпент Варды не коцают вышку. Ничего не делают. Они просто это и скоро пропадут. Морфинг уже сленькой. Фармить позволяют. Ну, ровно так же как и Наги, да. Вот здесь Морфонаги появляются, соответственно. Снизу какая-то драка. Тинни зашел. Есть отличный Аваланч Тосс. Прокастовались в суппортов. Бобок здесь погибает. Подержал немножко 1-2-3 в Шеклсах, чтобы смог уйти Фейд. Но на Фейде стаки Напалма. Фейд останавливается, чтобы Вард разрушить. Вард он ломает. И его ломает Джеймс, сделав даблкил при этом. Парни на блинках. Вот с офлей на Тинни Бэтрайдер сейчас. Дают жару. 9-9 пока. 20-ая минута. Ну хорошо, видимо исход этой карты будут решать все-таки, знаете, то самое секретное оружие у той и другой команды. С одной стороны Морфинг, с другой стороны Нага. Морфинг и Нага. Кто кого? Нага, кстати, уже выходит в Диффьюжл Блейдс. 20-ая минута. Манта, Диффьюзы, ПТ, 3 рейсбэнды. Хорош. 15-ый уровень. Что там по талантам? Что там за силу делал? О, вот они и встретились. Так. Не, были бы Диффузы, тут Сиба даже не испугался, мне кажется. Накинулся на Морфинг и постарался ему там те ресурсы выбить. Диффузов пока не было. Ничего не нафармил. Рассказ Диффса. Под контроль баунти руны. Патрайдер останавливает, чтобы не дал блинк. Шекер прыгнул, баунти забрал. То есть все окей. И в итоге должны были Астар... Так, Сидаки, получается, 3 вообще забрали, нет? Мне показалось. Да, Сидаки, по-моему, 3 забирают. Все-таки. Подождите. Ну, XS же забрал. А, ну то... Ну да, вот так он одну и забрал, что ли, в итоге. А, глубоко забрал. Все, прошу прощения. Все, вижу, вижу, вижу. Подвет это, получается. Просто я вижу, что на топе-то там точно были Астар. Ну, чужую врат там на топе они забрать не смогли. Эмбер Спирит с молниями. На БКБ еще пока не хватает. Хочет купить себе райт-кликом. Прожимается Смок. Виктория, Джеймс, XM втроем в свой лес отправляются. Там есть герои. Ну, какие герои? Суппорта убить не хочется. Хочется убить, может быть, XXS-а. Скорее всего, в игре хочется убивать Нагу и Зевса, но они не подставляются. Подставляется Бубоко. Бубоко в одного Хекс, другого Шеклз. Еще один фраг Лиг Сэма набирает превосходство. Так, ответка будет сейчас Астар. Выходит на верхнюю линию. Тинни первым начинает Сэм. Он еще есть тост по-настоящей Наге. Пошла фиссура на развороте Айс Бласт. Все это накрывает Джеймса. Джеймс впитал в себя раскаст. Есть ли еще какой-то раскаст у командации? Ну, конечно, есть там Зевс. Там Зевс кастует нон-стоп. Ультимейт у него буквально через 2 секунды. И Сидеки решили отступить. Так что Бэтрайдер дальше будет собирать. Ну, вот у него появились тревелап после Худа и все-таки пайп. Какой-то пайп на команду нужен. Он как оффлейнер этот пайп будет себе собирать. С другой стороны, что на Бэтрайдере, наверное, не так вот прям ярко выглядит. Покупка пайпа. Ему же хочется больше БКБ, форстаф, наверное, какой-то собрать. Ну, то есть все направлено на то, чтобы хорошо сонициировать. Но здесь именно защитный артефакт нужен. Причем непонятно, кому собирает. Ну, то есть морфинг, очевидно, пайп собирать не будет. Тинни тоже не собирает. У Гермак мог бы, но у Гермак пятерка. Он тут бегает только с Клок. Денег у него просто нет. Ну, поэтому приходится и Бэтрайдера брать. Эмбер тоже, естественно, пайп собирать не будет. Ну, по сравнению с первой картой, это прям такая суперспокойная игра. Вроде бы и 20 фрагов сделали за 23 минуты, но в целом это все так очень размеренно идет. Ну, то есть мы понимаем, к чему это все движется. Это все движется к лейту. К разборке между морфингом и нагой. Я бы сказал даже между нагой и нагоморфом. Или морфанагом. Правильно его называть. Так, Бэтрайдер. Firefly встречает Фейд. Джеймс тоже здесь. Второй волной, конечно, может прыгнуть. Бэтрайдер летит на линке. Дал лассо через флеймбрек. Здорово, СС сразу же отвечает своим слипом. Таким образом будет спасать Фейда, но не спасает. Отошел слишком далеко от Фейда. Ой, отличный прокаст, между прочим, дал аппарат перед своей смертью. Ну, здорово, четверых накрыл. Вот сюда бы, конечно, молнии какие-нибудь закинуть, а. Но кто ж знал, кто ж знал, что аппарат успеет дать свой ультимейт. Тогда бы Зевс, конечно, поддержал. Они бы тут всех уничтожили. Так, Юл, я так понимаю, для Зевса. Ну, это пожить. Это пожить. Это, собственно, хоть какой-то защитный артефакт. Дальше огоним. Поймать беймбер спирит, но это, по-моему, невозможно вообще сделать. Без агонима, во всяком случае. На топе что-то намечается. Есть фиссура. Тотем. Чай Юань сразу на тревелах. И начинает прожигать. Так, ну как-то фиссура, собственно, и мешает подойти к играмагу. Играмаг просто уходит. И все на этом. У Зевса, откровенно, конечно, и мана закончилась, но... Ну, это странно. Должен быть очень легкий фраг, а в итоге его громак выживает. Пятерка. Все, и Сив Тараску пошел. Морфлинг. И Зерил себе дофармливает. Честно говоря, мне сложно ответить на вопрос, а кто же окажется круче. Нага или морфлинг. Мы это, конечно, увидим в этой карте. Ну, по-моему, морфлинг, когда превращается в нагу, вызывает иллюзии, будучи под своей собственной формой. Это очень сильно. Иллюзии против иллюзий. Такая война. БКБ, БКБ, БКБ. БКБ на что-то шамане. Все, теперь стоять. Стоять и душить. Контроллер. Вратая первый подхек, сразу под райдер тянет. Тут же с раскаста по... На гемберспирит под БКБшкой влетел просто в спину. Соперник отличный чейн. И под бои начинает пробивать героя без БКБ. И убивает такие шейкеры. Шейкера толком ничего и не сделал. Минус аппарат. Аппарат сделал байбэк. Что дальше? Ставленцы серпент варты. ХМ играет уже без блокинг-бара. Нужно быть аккуратным. ХМ нужно быть аккуратным. Хекс получает. И просто сгорает. Ой. Поверил в себя, называете. Слип наги дальше. Остальных тормозим. Вот он морфинг. Он здесь рядышком. Четыре героя команды Седек. Зевс. Раскидывает нюки. Так. Нага Сайрон сама сейчас получает лассо. Тинни забрасывает. Здорово. Эволон Штос. Морфлинг бьет. Минус Нага. Зафокусили. Убили. В это время погибает, конечно, Тинни. Но большую часть героев теряет Астер. Пытается уйти. Зевс. Раскастовывается на развороте. Убивая Огармага. Но 1-2-3 видит Чай Юаня. Видит. Но... И что же там видит, да? Их осталось всего двое. Поднимает Юл. Делает ТП и уходит. А, ну так просто Ив в это время на морфлинге искал в итоге по боку. Не нашел. И на этом все. Так. Ну какая-то странная драка получилась. С байбэком от аппарата. Трифт-три. Даже с дайбэком получается. Вот если бы не Эмбер Спирит. Эмбер Спирит. Его возвращение без БКБ было абсолютно не нужно. Потому что его просто убило. Какой-то Хекс шальной получил. Вот если бы не его смерть, команда всегда как бы без шанса, конечно, выигрывала эту драку. И так вроде тоже получилось неплохо. Ну, во всяком случае, морфинг остался в живых. Правильно. Нага погибла. То есть, если мы говорим о двух вот этих вот первых позициях. А Керри, который фармили все эти 26 минут, 25. То, по идее, морфинг оказался прав. Говорит, об этой драке. Хотя выглядело все поначалу не очень хорошо. Тараска вот теперь готова у Наги. В той драке Тараска бы очень сильно пригодилась. 17 уровень ИСИ. Дальше хочет сделать бабочку. Так, вот бутрайдер Форс себе взял. Теперь БКБ. Ну, пока-то гони, можно парить. Ой-ой-ой. Чай-юа не ошибается. Ли выходит еще отспамиться. Получает лассо. Не прочувствовал опасность. Не видел соперника. Все равно вышел нижнюю линию выформить. Знал, что есть бутрайдер. Бутрайдер по периметру карты. Напал и убил. Ну, вот Стрик сорвали с Зевса. Сейчас в прошлой драке он каким-то чудом пережил. Сделал ТП и ушел. А сейчас на ровном месте просто отдался. Так, и получается минуту будут находиться ребята ИСИД в численном большинстве. Наверное, нет возможности зайти и забрать Рошана прямо сейчас. Дебафов на Рошана просто нет. Ну, то есть нет медальки, я имею в виду. Есть, конечно, Бладласт. А то Гермага на Морфе, который может быть с руки. Но этого, возможно, мало и слишком долго. Вот поэтому максимум, что могут сделать, наверное, сломать Тир-2. Вот, Тир-2 и ломают. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Верхнюю башню сил темно-такует. Нижняя башня сил света разрушена. Силы света используются какие-то... Рейдинг, ты сами пошли на Рошана. Интересно, Серпент Фарды с иллюзиями Нага нападает. Дэр об этом даже не думают. Дэр даже не подозревает, что вот так могут поступить Астер. Да, в ситуации, где у Сидеков был вариант пойти и Рошана побить или нет. Астер просто идут и забирают его. Отлично сыграно. Внезапности, второе счастье. Wood of the Fines приобретает Тинни. Все на худах. Все хотят защищаться от магических кастов. Point Booster, да. Верс Перета, да, но и Аганим дальше. Следующим, амайтамом будет появляться Аганим. Нага... Ну, Нага фармить и фармить. Что еще остается вести? Там как-то в ЛАТе разберемся с кучей артефактов. Сейчас уже вот. Вот в прошлой драке, окей, они ее победили. Но там не было Тараски. С Тараской у Наги сейчас 3400 здоровья. Это с ПТ на интеллект. С ПТ на силу там 3600, 3700. И в итоге ХП слишком много. Как у самой Наги, так и у иллюзий. Так, ну и Зерсу Аганим нужен. Срочно Аганим остается 900. Опять-таки в опасной позиции отспамливают нижнюю линию. Здесь его... Практически здесь его ловили. Там все нужно убегать поближе к своей команде. Ну, где-то в драке, наверное, деньги заработает. Если драку хорошо проведут. 1, 2, 3. Может спалить эту атаку. Уходит. Через блинг. Стоит отличный вард. Много обзора, много информации. Бэтрайдер собрал и просто ушел. Да, у Рейдинда выход явно не получился. Ну и дар аккуратно. ТПшки прожимают. Все, по другим линиям разбежались. Остается здесь только пока Джеймс. Я думаю, тоже ненадолго. Ну, Туман Вайны, да, его просто не видно. 30-е. Хорошо. Обеспечит себе Астр забор двух баунсерон по верхней. На верхней части карты. Снизу как раз будут забираться деки. Потому что здесь без каких-либо драк, без каких-либо встреч. Бист, фигглсонг на Наги. БКБ у Морфлинга. Не торопятся с Аганимом пока. Ну, БКБшка нужна, да, конечно. Потому что ультимейт аппарата. Шекер может лететь, что-то Шаман дает хиксы. То есть контроля очень много. Очень много неприятных способностей, которые не позволят тебе раскрыть потенциал, весь потенциал своего героя. Поэтому нужно БКБ. Аганим готов у Зевса. Ну, а теперь посмотрим, как будут ловить. Опять же, грамотно раскиданные нюки. Какая-то внезапная атака на Морфлинга. Его очень быстро уничтожат. Он даже не посмотрит на его БКБ. Он просто не успеет его активировать. Линга сбивается очень быстро. Дальше какой-нибудь Хекс или Шеклз. Нимбус. Ультимейт аппарата. Или взрыв Шекера с Ахаслэмом. И все. И с Морфлингом будет покончено. Хекс С. Находит 1-2-3. Фиссура. Тотем. Поднимем босс. Есть Форстаф уже. И на Файрфлай. Неужели так просто уйдет? 1-2-3 ультимейт Зевса на разведку. Блинг сбивается. Но дальше-то продолжить нечем. И все. И просто ТП. Надеюсь, если Сипраб до Огрмага находит. Огрмаг. Кустами-кустами. А есть Бласт. Перекрывают возможные отходы. Пути отхода на Виктории. Виктория Глимер Кейп. ТП. Олфит. Получает сетку фиссуры и погибает. Так. Ну и вроде готов. Всем своим видом показывают ребята из Седек. Так что готовы здесь подраться. Ой, как находит здесь Бэтрайдера. На периметре карты. Здорово. Просто внезапно прочекал аппарат. И Бэтрайдера вроде зацепили. На самом деле нет. Туда до него добраться было некому. То есть Шейкер не прыгнул. Валфисуру просто и все. Такий Бэтрайдер еще раз спасается каким-то чудом. Очень много информации собирает, конечно, один Бэтрайдер. Вообще Спейсит классно на Бэтрайдере. Не зря это один из сигнатурнейших его персонажей. Он и в начале, по-моему, да, тут очень важный фраг в центре на Зевса он сделал. Сколько раз он уходил из-под атак соперника. Сколько раз он просто из-под нос оппонента смоки развеивал и через блинк просто сматывался. Импакт шикарный. Сейчас он поднимается вверх. Получает Хекс. Шеклз. Форстаф. Питал себя из Бласт. Пока живет. ХС прыгает дальше. Добивает кибетрайдера. Но в размен уже на Шадо Шамана. Так. Морфик превращается в ногу. Вызывает свои иллюзии под БКБшкой. Сам пока отступает. Там теперь Немберспирт под БКБ. Пытается ХССа поймать. Или Зевса. Но вот они нашли ХССа. Летает на ремнантах. Как-то его размонтили. Здесь БКБ заканчивается. И тем временем погибает еще один суппорт команды Астер. Но в размен на Тине. Если продолжает драться. Но по чужой святыне возможно это не самая лучшая идея. С иллюзиями быстро разбираются. И на этом пока все. На этом пока все. По итогу в сухом остатке получается, что у Астер даже получше драка прошла. Потому что они потеряли двух суппортов. Забрали оффлейнеры и суппортов все-таки. Давайте посмотрим по урону. 3.700 нага. Морфлинг 3.500. Примерно даже одинаковое количество дэмэджа они нанесли. Что касается Эмберспирита и Зевса. Там тоже та же самая история. И у Шейкера с Бэтрайдером примерно то же самое. В общем такая зеркальная драка вышла. Но только за счет того, что убили Бэтрайдера как оффлейнера. Конечно для Астер это наверное в плюс. Но скажем сила наги и силы морфлинга в драке особо доказано не было. Я имею ввиду кто из них мощнее. Потому что они какое-то время дрались друг против друга. И что-то дрались, дрались. Им потом надоело. Ну мол не убиваем. Пойдем лучше с другими героями разбираться. Ты моих суппортов бей. Я твоих суппортов буду бить. Там посмотрим кто окажется круче. Но по натворцу пока мы видим что впереди именно нага. 23.500 против 20.000 на морфинг. Нимус быстро разбивается морфингом. Будет делать себе скади. Уровень 20. Взял себе талант на атаки во время вейформ. А индиск планирует сделать себе Зевс. Все-таки почувствовал что нужна защита от внезапных нападений. Интересно Джеймс стоит. Ставится Центрик. Поднимается нага. Фаербласт в нужную кстати. Есть фиссура в продолжении на Огармага. Прыгает. Пытается зубить Батрайтера. Ничего не нажал пока. Уходит на форстафе снова. Нимус снова оказывается просто использован в никуда. И нападают таки на фейды. Выключили очень быстро суппорта. Огармаг в таверне без байбека. Здесь бегает Шекер. Дает фиссуру. Морфигу все равно он под БКБ. Пока справляется с иллюзиями. Разобраться где настоящие нага просто не могут. А там остается 1-2-3. Которого все-таки добивают. Бывают ребята из Астов. Несмотря на байбека от аппарата. Хотя начало было драки вроде неплохим. Да. Потому что Батрайтер снова выменял на себя кучу способностей. В том числе Нимус. Стоял не там где хотелось бы команде Астов. Никого не дамажил. Ну вот с нагой проблема. Найти настоящую нагу. Убить ее просто не получается. Морфинг тратит БКБ свои силы для того чтобы убить иллюзии. Это не круто. А то круто работает просто. Нимус снова был проставлен. Звонит пока соперника. Кэсси разбирается с вышкой. Ставится серпент варды. Которые в драке не были установлены. Тут же глиф от команды Сиде. Кубатрайдер если что имеется байбек и есть лассо. Надо отбиваться. Бладлас там усиляет башню. Башня бьет быстро. Но Нага с двумя катапульцами бьет намного быстрее. Тавр. Тавр разрушается. Астер по-доброму могут отступить и забрать святыни. Да. Так и поступают. Что получается. Нага. Формила. Нага наформила. Нага победила. Вот настолько простая игра была для Астер. Потому что пока на самом деле выглядит именно так. Ну то есть не важно что происходило на старте. Убивал ли Зевс или убивали ли Зевса. Что происходило с другими героями. Абсолютно не важно. Просто Нага добралась до своих флотов. ФСС тут в соло. Райт кликает соперника. Неужели команда Седек не найдет пути. Которым можно было бы остановить эту Нагу. Убить эту Нагу в конце концов. Возможно ли это вообще? Реально ли этим пиком? Как это должно вообще работать? То есть понятно что это наверное можно сделать. Если Батрайбер найдет настоящую Даст Лассо. Они там стараются всей толпой зафокусить. А если драка уже идет. И там куча иллюзий. Как найти настоящую. Они тут тратят миллион просто ударов. На то чтобы разбить иллюзии Наги. Она вызывает новые. Новые. И манта есть. И мирор эмидж. Нам ситуация не из приятных для команды Седек. Очередной матч выводить в ничью не хочется. Когда первую карту выиграли хочется все-таки закрыть 2-0. И вроде давали спейс для морфлинга. И вроде бы морфлинг нафармил себе свои слоты. Неплохие слоты стоит отметить. Да у него все в порядке с ним форсом. Не такой крутой как у Наги конечно. Но все равно свои слоты он имеет. А победить соперника что-то не получается. БКБ готово теперь у Шейкера тоже. По ряде X-XS. Играет на оффлейн Шейкере. В этот раз без Аканима. Без упора в этот артефакт. Решил что это более-менее классический билд. Здесь будет наиболее уместен. Может быть после БКБ выформит. Но все равно прыгающий Шейкер с тотем. Это все равно сильно. Очень сильно. Бэтрайдер. Вот это неудачно сейчас играл. Залетает на хайграунд. Его встречают через Хекс. Шейклс и моментально минусует. Байбэк конечно имеется. На какой смысл его тратить? Драки здесь нет. Хотя Тинни влетает. Бэппарат расхастовался минус фейт. Моментально Бэтрайдер таки сделал байбэк. Надо цеплять таки на другие герои. Численное большинство для Сидек. Более того Рошан скоро появится. Кстати 42 секунды. Но тайминг такой что и аппарат успеет возродиться. И будут в принципе в равных составах Астер драться за этого Рошана. Нет. Тут Сидеки сейчас за счет этого байбэка Бэтрайдера должны нападать. Должны искать цели. Скадик покупает себе морфинг. Надо драться. Нет аппарата. Бэтрайдер здесь. Залетает. Настоящего нашел. Ну вот наконец-то эхо слэм от шекера. Нагу пытаются спасти. Фаербласт. Мультикасты. Нагу бьют. СС. Слип нажимает. Но ее пробило. Там под БКБ был Ив. Отлично сыгранно. Минус Нага. Дальше за курьером. МХМ гонит до конца. Курьера накрывает. Минусанули по пути еще и Бобоку. Вот это круто получилось. Вот вам и ответ. Можно ли убить Нагу в таком состоянии? Можно. Если Бэтрайдер дает лассо. Если 1-2-3 находят настоящую Нагу. То все получается. Исправился. Да вроде казалось бы сейчас. Это прям такой провал. Косяк. Он залетел на хайграунд и погиб в соло без драки. Сделал байбэк. И можно сказать что он в какой-то момент чуть ли не заруинил игру. Но нет. Дальше он после байбэка находит настоящую Нагу. И делает минус на ней. И выбивает с него байбэк кстати. Дальше идет ХМ. До конца за Нагой. Под нулифайром. Хотел быстро уничтожить. Ив тоже прыгает. Нага пока живет. Переживает этот нулифайр. На развороте инснэр. Залетает. Там по таланту гулдаун маленький. Огармак погиб в итоге. Но добрать Нагу второй раз не получилось. Хотя конечно. Это было довольно опасно. Просто не было лассо. Было бы лассо. Можно было попробовать. Лассо. Нулифайр и всей толпой просто райдкликать Нагу. Нага купила БКБ. Огармак сделал байбэк. Зарошанно здесь будет драка. Как все упрощается. У морфинка-то байбэк остался. У тини байбэк тоже имеется. Один простой путь для победы команды Седек в этом матче. Один простой путь. Максимально простой. Найти Нагу, убить ее. Все. Больше ничего не требуется. Трупик Курьер где-то летает от карты. Вот он. Я его нашел. Вот он, бедняжка. От рук Эмберспирита был убит. Это душа, которая не смогла улететь. Зависла от карты. Ну как все интересно получается, да? Зевс для Вижна дает свой ультимейт. Купил он себе Хекс. Уже 25-й. В 20-м усилил свою вторую. Молнию. Первую молнию усилил он в 25-м уровне. Шадо Шаман хочет купить Аганим. Но это все сейчас не так важно. Это все сейчас не так важно. Вопрос в позиционке Наги. Вопрос в том, смогут ли Седеки на эту Нагу напасть. СС нужно быть максимально аккуратным. Команда должна максимально оберегать свою Нагу. Если в драке получится так, то что фокус пойдет не по Наге, тогда Нага разворачивается, вызывает все свои иллюзии и убивает соперника. Тревела приобретает себе СС. Как же нужен Рошан теперь для Наги? Как же нужен этот Аегис? Но без драки его не взять. Так, здесь иллюзии валяются. Нага забирает эти иллюзии. Треть вардинг. Под смаками Седек. Ну давай, Бэтрайдер. Ты либо царь-бог, либо ты очень лох. Помнишь, что Бэтрайдер ведь тоже после бейбэка? Взмывает вверх. На фаерфлай ищет соперника. Здесь соперника просто нет. Сами ребята из Астр вышли в чужой в лес. Под чужой святыней. Бэтрайдер, фаерфлай заканчивает. Соперника так и не нашли. Но с тыла выходит. Первый он находит сейчас Эмберспирит. И через Хекс тотемы пошли. Рассказ моментальный. Подайс Бласт. Эмберспирит не выходит из контроля. Он без бейбэка погибает. Очень быстро. Иксексес на него напали. Он БКБ нажал. Серпент Варды просто в никуда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же сейчас плохо получилось для Седека. Очень плохо. Дальше пытается найти Бэтрайдера. Тодд блинкаут в сторону из-под Дефишл Блейдов. Тени на развороте. Раскаст. Минусует очень быстро Шадл Шамана. Шекер. Фиссура в одного. Эхо Слем. Пошел. Пытается пробить Ив. Ив. Все в порядке. Есть БКБ. Нажимает его СС сам под БКБ. Иллюзии вызвал. Нападает на Бэтрайдера. Бэтрайдер все в кулдауне. Лассо выдает. Надо пробить. Нагу. Если чем бить. И не просто бьется руки. Скорость так и маленькая. Ставится Нимбус на защиту СС. Минус Бэтрайдера. СС ставится Жуху и с полным запасом здоровья. Ф разворачивается. Минусует Шекер. Сезарел Блейд. И сразу Вейфору в сторону. Будет уходить. Но иллюзии Даги вцепляются просто в Джеймса. Чай Юань еще прогревает своими молниями. Джеймс погибает. Ну и Чай Юань дальше поймал. Кекс. Здорово, Огр. Молнии, молнии в спину. Глимер Кейбис не особо защитит. Не спасет. Не скроет тебя в инвиз. Потому что будет верхняя. СС замедляет Диффьюжл Блейдами. Там стоит Морфинг, конечно. Но ничего сделать он не может. Драку выигрывают, ребята. Из Астара. Ну конечно выигрывают. Конечно выигрывают, когда погибает Эмбер Спирит первым. И байбэка у него не было. Ему не хватало. Прям совсем чуть-чуть. Морфинг остался в живых. Но вся команда в таверне отдыхает. Пока СС заходит на Рошанов соло. Ладно, Зевс тоже подошел. Подрегенился. Ну вообще предыдущую Драку считать легитимной стороны команды Седек нельзя. Они не раскрыли потенциал своих героев. Потому что он просто Эмбер ничего не сделал. Без Эмбер Спирита принимать Драку 4 в 5. Но там было просто нельзя. Невозможно было. Невозможно. Поэтому Астар заслуженно заходит на Рошан. И сейчас забирает Айгис для СС. Столь важный, столь нужный. Сыр подбирает Зевс. Естественно. Сейчас еще руну волшебства может найти. Ооо, Зевс подробное волшебство. С сыром. Ооо. Вот, вот. Седеком бы сейчас на базе закрыться и вообще не высовываться, конечно. Он так и не будет поступать. У них других вариантов нет особо. У Гормак Бэтрайдер все еще в таверне. Тут вообще на базе одни руины остаются. Ну ладно, бараки мечников стоят. Это самое главное. Пока. Пока стоят. Агним. Поглощен нагой. Отлично. Просто супер. Как теперь убивать команду Астар? Есть информация вообще о команде Седек? Есть план, по которому они эту нагу убьют? Честно говоря, вот предыдущая драка была, где вроде бы вот нага стояла под БКБшкой, правда. Но она была одна и три героя команды Седека ее окружили. Тиня урона не наносил, потому что он суппорт, он не бьет с руки у него. Тут нет каких-то там, я не знаю, моншардов, БКБшка, ганимов, критов и прочего. Поэтому урона он ноль наносит по наге конкретно. Морфингу тоже тяжело нанести какой-то дэмэдж прям такой лютый. Унаги со статами, по тараске там все в порядке. Со здоровьем в том числе. В общем, непонятно, но Эмбер Спирит в таком ключе нужен, да, вот с нулифаером. Надо дождаться, когда унаги закончится БКБ, вот дальше Эмбер Спирит может нанести урон. Ему главное не умирать, к Сэм. В прошлой драке очень сильно ошибся. Из-за этого такие проблемы, из-за этого они уже проигрывают 10 тысяч. Из целых линий только нижняя. И ее сейчас окучивают, как раз таки Астар. Зевс рефрешер, ну естественно рефрешер. Там поставить два нимбуса в драке. Тени впрыгивает по двоим, раскаст! БКБ надо успеть нажать, Эмбер его нажимает, нулифаер, Зевс моментальный минус. Дальше слип от наги, байбэк от Зевса. Давайте посмотрим, как будет продолжаться эта драка. Слип заканчивается, напеваются в Джеймса под Шеклсом. Нага бьет, не так быстро, как хотелось бы. Заморозка пошла, есть форстаф. Что-то шаман тем временем выключает спину. Фаербласт по СС, Зерил, прокаст, адептив страйк, Эмберспирит на ремнатах. За Нага, Чейны, добейтесьи, добейтесьи! Добивает его, первая жизнь была выбита. Нага отреспаунится. Но команды рядом, судя по всему, просто не будет. Шекера находят, его быстро закрывают. Поставили нимбус. Нага начинает работать по Огармагу. Зевс издалека там раскастовывается. Хорошая позиция Чаюаня. Он после байбэка умирать ему нельзя. БКБ от Наги пытается уйти. Сбить с БКБ ТП нечем. И в итоге Нага просто отступает, когда это стало нужно. Но колоссальные потери от команды Рэддиант. Обратите внимание, три байбэка. Шекер, аппарат и Зевс. Одна смерть Наги, но это была Егис и смерть Шадо Шамана. Седаки потратили очень мало. Ну, гениальнейшим образом, конечно, на полтине. Тут ничего не сказать. То есть просто нашел возможность прыгнуть соперника так, что цепил просто двоих. Дальше Эмбер Спирит уже за счет нули фаера не позволил куда-либо уйти Зевсу. И когда вы начинаете так свою драку, то все получается. Ну и Морфлинг здорово, кстати говоря, Нагу пробил. Там, когда и Зерил, и Депте все залетело. И Си прям очень много здоровья потери. Ох ты, ох ты, ох ты. Так. 1, 2, 3. Икс Экс здесь. Очень опасно в Шадо Блэйде. 1, 2, 3. Фиссуру получает. Эмбер рядышком. Что сможет сделать нули фаер. На сказках Аслэя минус Батрайда моментальный. Икс получает, Эмбер Спирит погибает. Как так получается? Сидеки после великолепнейшей драки, казалось бы, отыгрывают полностью все свое отставание, выбивая байбеки соперника. А сейчас просто на ровном месте теряют двоих. Причем, ладно, Батрайда на Батрайда. Это конкретно был ганг. Он фейс-чекает. Он третья позиция. Все понятно. Он может позволить себе умереть. Но Эмбер Спирит-то как подставляется? На Эмберу явно не хватает либо АН-диска, либо Ликен-сферы. Но какого-то такого артефакта, который ему поможет среагировать. Когда тебе в секунду что-то там сбивается, ты сразу нажимаешь на бинат и уходишь. Байбек от Батрайда Рэмбер Спирита. Пошла драка. Тенис Раскаста начинает минус Бобока моментально. 1-2-3 идет дальше на форстафе за соперником. Икс-с просто упрыгнул. Больше подцепить никого не удалось. Ну вот теперь два байбека стороны команды Седек. И вот по байбекам уже становится не все так очевидно. Если до этого Рейдинты без байбеков оставались полным составом, то теперь нет байбека на Эмбере и Батрайдере. И они не могут уже вальяжно чувствовать себя в любой драке 5 на 5. Вот мне так кажется сейчас, вот я смотрю, с высоты птичьего полета на этот матч, но мне кажется, вот в этой игре все завязано просто на Батрайдере. Как бы то ни странно звучало, но от игры Батрайдера так много зависит. Реально, некоторые моменты он выигрывает в соло, когда дает качественное лассо, когда собирает информацию. Некоторые моменты он сливает в соло, когда погибает первым. Все вокруг этого Батрайдера вертится. Ну, правда вот сейчас еще и на первый план выходит Джеймс, потому что парочка его врывов, когда он первым инициировал. Это было очень эффектно. Контроль от баунти руны на 50-й минуте, причем Астерам пока ничего не достается. Снизу, правда, две баунти есть, но можно всей командой туда отправиться. У Наги очень много денег. И у Наги появился байбек. Это очень важно. Шекер только сейчас начинает собирать свой аганим. Так, ну Зевс... Ну а что, Зевс, байбек он тратил, поэтому нет смысла деньги держать на что-либо. Надо покупать шмотки. Ну, естественно, мы говорим о рефрешере. На него, правда, денег не хватает, пока 3000 голды имеется. Каждый поинт в групповой стадии очень важен. Каждая выигранная карта на вес золота. Команд не так много, всего 5. То есть каждый коллектив по 4, было 2 встречи, проводит всего 8 карт и играет. И вот за каждую такую карту нужно прям цепляться, когда есть шанс победить. Хороший шанс. В чем относятся как к Сидекам, так и Астам. Сидекам в большей степени нужна эта победа. Напомню, что если выигрывают ребята из Сидек, они сравниваются с коллективом Астер, и там все команды просто уравниваются. Ну, практически уравниваются. И настолько все запутано в группе Беста Майданса. Все, встали в оборонительной позиции Сидек. Время идет. Кулдаун на каких-то байбеках проходит. Ну, естественно, пораньше с байбеками будут ребята из Астер. Три минуты, получается, до шейкера, аппарата. Две сорок до появления байбека на Зевсе. В то время как, например, Эмбер Спириту и Бетрайдеру нужно ждать пять минут. Плюс ко всему Рошан скоро появится. Нага не выпускает просто своими иллюзиями соперника из базы. Дайвает и дайвает, дайвает и дайвает. Писание, что происходит. Муншард Нага поглотила. Агоним есть. Владмир Аур от аппарата, так понимаю. Как еще можно усилить себя СС? Что еще можно такого приобрести, чтобы Нага стала сильнее? Ну, очевидно, конечно, рефрешер, да? Всегда должен быть в ранце. Так. А какая-то будет мечтаться? Угромак слишком далеко зашел. Получает Энснея. Ну, тут же Форстаф от тиммейтов. На безопасную станцию его просто толкают. И он спасается. Ну, у него собственный Форстаф есть. Ну, старые ТРВЛа. Вот, пожалуйста. Пожалуй, наверное, единственное усиление, которое можно придумать прямо сейчас. Конкретно в инвентарь. Ну, может быть, кстати, тоже нулифаер купить какой-то. Ну, вместо чего? Вместо дефьюзов? Ну, не знаю. Дефьюзов тоже нужны. Ну, нулик хочется. Потому что ты... Понятно, что ты неубиваемая Нага, но хочется еще быть Нагой, которая сама убивает. Некуда положить. Просто некуда положить. Не знаю, можно купить нулифаер просто вместо БКБшки перекладывать. Ну, в драке. Там БКБ нажал, БКБ закончился. Поставил нулифаер себе. Ну, все, он пригодится правильно. Так, смок-атак от команды Сидек. Очень интересно. Бутрайдер впереди. Влетает. Тинни его тосает зачем-то. Тинни, зачем ты тосаешь? Собственно, у Бутрайдера уже не успел лассо нажать. Слип от Наги. Ой-ой-ой, что может произойти? Нимбу ставится по двоим. Тут же на Форстафах. В разные стороны нужно отойти. Ну, Хекс дальше по Бутрайдеру. Тинни, ну что за подстава? Заруинишь Бутрайдеру игру. Есть Форстафы очередные. Сейвит. Защищаются Сидеки. Боже мой, это было похоже на такой провал. Провалище это могло быть. Просто провалище. Вот это тимплей Сидек, конечно. Помните, я говорил о том, что Бутрайдер там как-то первым инициировал? Бывало классно, бывало не очень круто. А потом Джеймс вышел на первый план, тоже стал последним драком круто инициировать. И они так между собой не решили, кто из них крутой. Кто из них первым должен инициировать. В итоге синициировали оба друг в друга. Получилось забавно. Чуть-чуть из-за этого драку не проиграли, кстати. Морфинг купил себе Аганим. Сразу его распылил. Ну, он тоже шестислотовый. Ну, куда вторые тревла приобретать? Ну, ладно, у него еще Муншард есть возможность приобрести. И Рефрешер. Да, он понимает, что Рефрешер в инвентаре. Это всегда полезно. Эмбер тоже хорош. Йолнир хочет догрейдить. 25 взял уже. Усилил ремнанты свои. Так, адептив страйки по области. Так, ну что, Рошан появился? Что дарит нам Рошан? Рефрешер орб нам дарит Рошан. Зевс уже потирает ручонки. Хочу рефрешер орб. Хори, Чай Юань. Срочно. Байбеки у Рейдин все откатились. У Дайра еще полторы минуты до Эмбера и Бэтрайдера. Тайминг сейчас супер хороший для Астр, чтобы зайти на Рошан. Во-первых, соперник на базе зажат. Во-вторых, у вас все байбеки имеются. Вы готовы к драке. Нага покупает, кстати, себе Блатторн. Ну да, не на Люфайер, а Блатторн будет. Факт на урон. Так, кому что достанется? Давайте смотреть. Нет, Дайр даже не выходит из своей базы. Просто, просто сидят. Эггис в итоге для Шейкера. Бобока. А, Бобок, он же с Аганимом. Ну точно, точно. Он как раз усилил свои Серпент Варды на 20 уровне. Взял плюс одну атаку для того, чтобы убедить. Вернее, не два удара, а три удара нужно сделать по каждому Серпент Варду. Аганим есть. И еще и рефрешер шар. Все, что нужно, тыкнуть раз и два. И пока там будет какая-то драка, пока иллюзиями Нага будет развлекать соперника, Серпент Варды сделают свое дело и уничтожат просто всю нижнюю линию. А потом можно повторять. Серпент Варду устанавливаешь и по баракам работать. На центре, на верхней линии. Да, вообще можно каким-то бесконтактным боем победить. Ну то есть, насколько бесконтактным? Настолько, что ставишь Серпент Варды и дальше отправляешь иллюзии Наги. И смотришь, что из этого получится. Если кто-то прям в наглую выходит твою Серпент Варду уничтожать, там уже Шейкер готов. Звучит как достаточно простой план для победы, да? Тиммейт Зевса на разведку. Тут Тифардинг. Ну, Тайры своей базы даже не собираются выходить. Все будет от дефенса, все будет от защиты. У всех будут байбеки, абсолютно у всех. Но чувствуется, последняя драка будет просто супер сумасшедшей. Тут не 5 на 5, тут 10 на 10 вообще может получиться. Рефрешер Орб приобретает себе Зевс самостоятельно. Деньги на байбек у него тоже оставляются. Бэтрайдер. Осторожно, файрфлая. Нага. Нажимает БКБ сразу, заранее. Небус поставили, но гормага есть форстаф-1, есть форстаф-2. И вот он уже на своем хайграунде. Мага использовала БКБ. Тут не страшно, конечно. Все равно приближается уже к 5-секундному БКБ. Так, ну иллюзии работают, смотрите. Можно вот так поиграть. Просто отправляем нон-стоп иллюзии, и они потихоньку разрушают башню. Серпент Варды нужно срочно. Выходят. Ставят Серпент Варды первые. С атакой на Джеймса. Вторые Серпент Варды под БКБ. Ох, Варды сейчас будут работать. Вы посмотрите, что будет происходить сейчас с базой команды Сиде. Глиф на какое-то время. На какие-то жалкие секунды Эберспирт прыгает. Надо драться. Влетает, нажимает БКБ. Фейда под нуллифайр. Быстро разбирает. Есть байбэк. Слип от Наги. Три героя в одной области находятся прямо сейчас. Шекер прыгнет ли по таймингу. Нимбу ставится. Фиссура прыгает в Шекер. Тотем удары. И разваливают Морфинга за контроль. Шикарно сыграно. Ну, нижняя линия просто развалилась тут. Под шумок. Байбэк от Морфинга. Гормак тоже может сделать байбэк. Ну, Радиантов сейчас шикарная ситуация. Можно вообще не спешить. Можно отойти. Дождаться кулдауна Серпентвардов от Бобоки. И вернуться через 80 секунд. Круто. Очень круто. Все сделали Астер. На самом деле даже очень легко получилось. Нет никаких там, не знаю, баснословных разменов. Байбэков. Драг до последнего там. И так далее. Ничего подобного. А, вот так вот. Просто собственный рефрешер приобретает Шатушамон. Почему бы и нет? Опять же, не торопиться. Минуту подождать. Появится собственный Маст Серпентвард. Есть рефрешер. Ты так же заходишь. Варды, БКБ, рефрешер. Варды, БКБ. И уходишь. Сидекам надо принимать вне своей базы. Это истинно. Прям закон. Нельзя сидеть больше на своей базе. Иначе просто все линии погибнут. Они прыгают первыми. Сейчас нашли шейкера. Эваланч Тосс. Ну, а по шейкеру будет ли продолжение? Хоть какое-то. Он стоял на месте. Прыгает теперь. Есть лассо. Нашли нагу настоящую. Нага настоящая. Морфинг, ты кого бьешь? Тут нага настоящая. Аппарат убили без Байбека. Окей, нага бегает под БКБ. Прекрасно понимают, где нага. Нага вызывает свои новые иллюзии. Там терением хиксы. Пошли. Работают по Эмберспириту. Эмберспирит пока живет. Сразу каста Морфинг погибает. Под Нимусом его поймали. Огрмаг в таверну. Нету морфинга и Огрмага Байбеков. Батрайдер делает Байбек. Слип от Наги. Перерождается. Хикс ХС. Он был с Аегисом, не забываем. Ну и все. А теперь без Морфинга драться, конечно, одно удовольствие. Раз, два, три. Ну что, Астр, походу, идут к победе. Похоже, что так. Бубоко есть Серпент Варда. И рефрешер он нажимал в траке. Ну как отбиваться в троеме? Как отбиваться без Морфинга? Я даже не представляю. Защищаются. Не сдаются пока ребята из Эдек. Снова хиксы залетают. Нага здесь. Джеймс в сетке. Тотем от XXS. Анимус под себя. Есть Эхо Слэм. Эмбер Спирит пытается забрать в спину хоть кого-нибудь. Не получается. КБшки заканчиваются. Есть Форстаф на тени. Зажимают его в Энснэйр. Тоже убивают. Эмбер вместе с Батрайдером вдвоем остаются. Но базовую же просто нет. Серпент Варда еще были проставлены так, чтобы ход с Альтер 4. Гуд гейм, Волплейт. И эта серия заканчивается в ничью, друзья. 1-1. Ну вот эта стратегия сработала у командастов. Правда, на нее так и не смогли найти. Как бы не был круто раскачан Морфлинг, но в какой-то момент ты получаешь Нимбус, куча контроля и погибаешь. Ну и вот найти настоящую Нагу и убить, это, конечно, то еще приключение. Молодец ИСи. Показал, насколько он крут на Наге. 16-4-11. Здорово. Всю карту фармил. В общем, в итоге был прав, что он фармил. Морфлинг тоже фармил всю карту, но победить ему явно не удалось. Так, ну что, Сидеки зарабатывают 1 балл, Астер тоже. Астер в итоге остается на вершине турнирной таблицы. У них теперь 4 поинта Сидеки. Догоняют Ньюби и Кин и команду Ройал Невы Гивап. У них становится по 2 поинта у всех. Так, ну и следующий матч у нас с вами, друзья, это противостояние Ройал Невы Гивап и Кин Гейминг. Как раз таки. Оба коллектива по 2 балла. Посмотрим, кто из них вырвется вперед. Если кто-то вообще вырвется. Или будет очередная боевая ничья. Небольшая пауза, друзья. И встретимся с драфтом уже следующего матча.